Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я расскажу о том, как мы с мамой ходили в ленту для того, чтобы сравнить цены с 2020 годом. Вот тут уже и цветочки посадили, я смотрю. Такие маленькие клумбочки организовали с бетоньями. Красиво! Мамка разворачивается с тележкой. Та-дам! Я сейчас поехала в ленту. Итак, ровно год спустя мы пришли в магазин лента. По-прежнему в масках, но уже без перчаток. Посмотрим, какие цены нынче, спустя год. Начнем с любимого дачного отдела. Это олененочек мне нравится. Олененочек. В общем, для дач. Жаль, что у нас нет дачи. Жаль, что у нас нет дачи. А мне вот это вот нравится, очень красивое, такое синенькое. Я ж люблю синенький. Интересно, мой вес выдержит. Выдержит ли мамкин вес? Тут вообще, по-моему, нельзя, 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 нельзя. Нельзя. Написано, запрещено. Все, выдержит. А вот они, гномики. В Англии, кстати, дефицит нынче гномиков, потому что корабль застрял в советском канале. И вот этих вот всех красивых штучек, которые так любят англичане, у них нет. У них трагедия. Все распродано. И мама говорит, у них уже трагедия, что не могут купить себе на дачу... Ой, какой лис красивый. Не могут купить себе на дачу вот таких вот замечательных игрушечек. Особенно гномиков, да? Да, они любят. Проезжайте к нам в Россию. У нас, как в Греции, есть все. Цветочки какие красивые. Тысяча двести семьдесят девять. Может, на балкон? А какие мы из этих покупали? Вот ты такие любишь, в белых. А, вот мы такую покупали. И сколько она сейчас стоит? Да, Бонзай. Двести сорок пять рублей. Раньше мы брали вот эти батоны. Сейчас они один с пятьдесят пять, а были десять рублей. Но мы решили брать более такую полезную, здоровую еду. И берем вот такой вот бездрожжевой хлеб, черный, за сорок рублей. Такой сегодня тринадцатая, ноль пятое. Мамка набирает свои любимые сухарики. Маковые или с изюмом? И маковые, и с изюмом. Они недорогие, и цена на них не поднялась, по-моему, с того года. Двадцать шесть, тринадцать девять. В том году брали такой чай, 120 рублей по скидке. В этом году он по скидке уже 150 рублей. Липтон? Да. А я вот такой вот Ричард люблю. Слушай, а вот Ричард я брала за 80, а теперь по скидке. А теперь 105. Вот очень я любила всегда с Анной печенью брать. Стоила она 33 рубля в том году. А теперь 37. А сейчас 37 по карте, 39, 40 считай. Без карты и я из Пензки теперь не беру, потому что она подорожала. Шоколадки вот тут, Россия. О, уже накрутили. Типа 84 было, потом сезде, теперь по скидке 56. Хотя на прошлой неделе было 39,99. 40 рублей, короче, да. Теперь такие вот цены. Ну, смешно. Завтра опять будут по 40, тогда и купим. Вот такое мало набрали в тот раз. За 50 рублей. За самая интересная цена 365 дней. Сейчас 54,99. Это по карте. 50,80. Ну, без карты. Ну, короче, по карте понятно. Вот трехслойную бумагу Зевы мы брали. Это сколько? 134,89? По 130. В прошлом году. Со скидкой. Сейчас 138,49 со скидкой. Ну, не так уж и много выросло. Не на много выросло. Ну, что, какую будем брать? С орхидеями? Или с персиком? Груша 135,129. Были 80? А теперь... А вот теперь... Вот я и говорю, на фрукты и овощи очень сильно подорожало. Были 80, теперь 110 самое дешёвое. А яблоки? А? Самые дешёвые нынче по 84. Мандарины? Ого! 189. Томаты? 159. А моркови вообще нет. Эх, и снять-то мне чего, что-то 66. Странно. А лук 20. А лук не подорожало? Моркови нет. Неделя назад была по чём? 60. А? 60. 60. А ты покупала? В прошлом году. В прошлом году по 15 я покупала. По скидке. А по 30. А вот огурцы 88. Это 600 граммов. Килограмм огурцов в том году стоил 49,90. Короче, вот такая. Вот такая картошка была 20-30 рублей в прошлом году, а сейчас по карте 63,99. А это экономная. Ну, она такая мелкая. Ну, в принципе, тоже можно, если что, почистить. 46, но всё равно да. Куры без скидки были 100 тысяч рублей. А сейчас 165. По скидке были 110. Но сейчас нету. По скидке будем искать. Активия была по 25 в прошлом году. По скидке и сейчас 25. И так далее. Чернослив. Персик маракуйи и мята. И что-нибудь ещё. А, вот такой я люблю. Молоко. Молоко? Был 66 рублей. 56 рублей было? 59 рублей. Ну, вот не так сильно подорожало. А вот это молоко. Вот это, самое дешёвое. Да, мы второе наберём. Было 27 рублей, а сейчас 29. Тоже не так сильно. Ну, 2 рубля. А где кефир? Один процент был. 45. Ну, да, я сейчас 50. 45 был, теперь 52. А, нет. Ты такой? Вот такой вот. А, весёлый молочник. И сколько теперь? 49. Ну, да, молочник не знаю. А вот за 46 есть лентовский. Ну, мы брали. Такой. Ну, да, на молочку не сильно поделись. 2-3 рубля. Яйца сильно подорожали, да? Были 54, а сейчас 77 рублей. Были 54, а сейчас 77 рублей. Колбасы. Сыра копчёная. 649. Это что, за килограмм? Вот относительно дешёвая колбаса. Относительно дешёвая колбаса. 50% скидка. 200 рублей в килограмм. Это что? Докторская. Докторская для Калугски. Возьмём? Хотя нет, я такую не ем. Ну, разве что собаки. Она у нас капризная. Собаки? Ну, а что она? У нас ничего не ест, всё только вкусненькое. Мама ищет колбасу, папа может. Да, мы в тот раз по скидке по 175 её взяли год назад. Сейчас без скидки 386. 7. 7 даже, да. Ну, понятно. А вот 430, это что? А подожди, это филейная, а это мясная. А чем они отличаются? Не знаю. А вот 404. О, мука подешевела. Мука подешевела. В прошлом году она стоила сколько? 2 килограмма. 2 килограмма 60 рублей. 60 рублей. А, без скидки. А, ну сейчас просто по скидке. А, нет, он без скидки 56. 57. 57. А по скидке? Здесь по скидке. А по скидке? Муки много. 47. Муки много, да. Мы запасы сделали. Да, мы в прошлом году накупили всё по дешёвке, чтобы уж на всякий случай запастись. И оно всё лежит. И всё лежит, потому что мы такое и не едим. Только на чёрный день могли бы есть. Макароны. Так, спагетти. 365 дней. Брали мне спагетти. Год назад. Год назад было? Спагетти было. 14. А сейчас 18, 19, 19. 19. Скидки было 14. А сейчас? 14 были рожки. 19. Или вообще не подорожали? 19. Нет, ну почему? Были 14, 15, сейчас все 19. Были 14, 15, сейчас 19. На 5 рублей. Понятно. Растительное масло, мама говорит, сильно подорожало. Вот такое вот было 59. 60. Вот такое вот было 69, а теперь 95. 60. А остальное уже всё за 100. Это рафинированное, да? А не рафинированное? Не важно. Остальные всё за 100. 70, 80, 90. Сейчас все выше старых. До старых денег ни одно не бывает. Ну, кроме очень. Вот 121 есть со скидкой. Вот это я помню, по 78 покупала по скидке. Уже 150. Да, масло сильно, два раза. Сахар. Самый дешёвый, вот такой вот ГОС. 900 грамм. А тогда килограмм был? 900 грамм. Сейчас стоит 41,39 по скидке. А в прошлом году килограмм стоил? Порядка 30. Порядка 30 рублей по скидке, Веня? Без скидки. Ну, это здесь, в Ленте. А вообще я беру в семёрке, брала сахар. По 19,90 килограмм. Да, я помню. Да, сейчас он там 30 рублей. Космитика. Вот скатку я брала тогда. Да, по-моему, по 70 рублей. Теперь 8,6. А больше я, Валенте, ничего не беру из косметики. В тот раз мы брали шампунь и фа. И дезодоранты. Дезодоранты, значит, по 101. О, моя любимая Тразема. Брала я, по-моему, по 180, 650 миллиграмм. Теперь 232 тоже со скидкой. Я беру обычный Кератон или Репея. Решила взять себе на лето. Волосы очень блестящие от него. И хорошие такие. Мама говорит, на сковородке талер скидка 40%. На все. А, на все абсолютно? А, тебе просто талер нравится? Да, на ней огромный. Итак, идем на самообслуживание в кассу. Или что-то еще хочешь? Что мы купили-то? Ницей. О, мама себе кастрюлю приобрела. За 50%, да? 40%. Сколько она стоила? 40. Где-то. Укажите, количество. О, мама себе кастрюлю приобрела. Подносится. 1200. Поверяем? Хлебушек, сухари, сухари. Йогурт. А, это два. А вот это, какой-то дорогой. Где убираем? 24. Кастрюля, правильно? Нет. Био-йогурт убрали за 50 рублей и кастрюлю убрали. В итоге, 564 рубля. Непонятно, почему люди в магазинах ходят без масок. Ну, по крайней мере, на кассе в масках стоят. Мамка закупилась на 500 рублей. Едем домой. Снимаем маски, господа. Ура! По-прежнему дезинфекция и не дезинфекция, но стоит одна череда. Корзиночек. Достаем нашу. Куда-то ее там вставляем. Достаем. А, 5 рублей! 5 рублей, 5 рублей. Тоже денежка. На солнце переливается 5 рублей. И корзинка сдана. Продолжение следует...